Продемонстрирование рака предстательной железы без отдаленного метастазирования, а также смерти от рака предстательной железы внутри одной группы. И результатом этих исследований стала дополнительная стратификация группы промежуточного риска на то, что мы сегодня знаем, как благоприятный и неблагоприятный риск. Критерии вы видите на слайде. И вот эта дополнительная стратификация изменила объем лечения для группы пациентов благоприятного промежуточного риска. Когда мы говорим о неблагоприятном риске, то здесь при проведении дистанционной лучевой терапии с эскалацией дозы применение гормональной терапии сегодня однозначно рекомендовано. Когда мы говорим о сочетанной лучевой терапии, которая позволяет нам повысить дозу в опухоли, то здесь этот вопрос до сих пор остается неоднозначным, открытым, может быть отчасти, потому что сочетанная лучевая терапия начала применяться несколько позже, и большая часть исследований, посвященных этому вопросу, опубликована в последние три года. Однако большая часть из них говорит о том, что применение гормональной терапии в комбинации сочетанной лучевой терапией оказывает значимое влияние на риск развития рецидива заболевания. Вместе с тем, более интересным кажется исследование, которое вы видите на слайде, где ученые из США проанализировали назначение гормональной терапии у данной подгруппы пациентов в реальной клинической практике, и оказалось, что всего лишь половина пациентов получает гормональную терапию. А в подгруппе сочетанной лучевой терапией этот показатель снижался на протяжении 12 лет, когда провели анализ. В нашем центре сочетанная лучевая терапия применяется с 2016 года, и у нас появилась возможность проанализировать также подгруппу неблагоприятного промежуточного риска. Часть из этих пациентов получала гормональную терапию, а часть нет. Всего было включено 74 пациента, и на сегодня медианное наблюдение составляет 4,5 года. При анализе результатов мы обнаружили, что рецидив заболевания развелся у трех пациентов, однако эти различия были статистически незначимы в группе с применением гормональной терапии и без нее. Более интересным нам показались результаты, где мы оценили, влияет ли количество неблагоприятных факторов риска, которые вы видите на слайде, на развитие рецидива. И мы обнаружили, что все рецидивы были в группе у пациентов, у которых два и более неблагоприятных фактора риска. Статистически эти результаты обнаружены на уровне тенденции, но, тем не менее, это то, на что мы обратим свое внимание в дальнейшем исследовании. Также у пациентов, которым не была применена гормональная терапия, третья градирующая группа оказалась статистически значимым фактором развития рецидива. При дальнейшем анализе мы обнаружили еще интересные моменты, что перерыв между этапами сочетанной лучевой терапии, брахиотерапией, дистанционной лучевой терапией, значимо влиял на развитие рецидива заболевания. Этот перерыв более четырех недель оказывал влияние. Также вопрос о последовательности этапов сочетанной лучевой терапии. До настоящего времени считалось, что это не имеет значения, однако наши результаты показывают, что различия есть. Все рецидивы, которые мы наблюдали, они развивались в группе, где на первом этапе была проведена брахиотерапия, а на втором этапе дистанционная лучевая терапия. Опять же, в настоящее время эти различия на уровне тенденции, но это то, на что, я думаю, стоит обратить внимание. При анализе общей выживаемости в нашей группе исследования умерло 4 пациента. Различия были незначимы статистически, но ни в одном случае смерть не была связана с раком предстательной железы. Таким образом, позвольте заключить, что метод сочетанной лучевой терапией у данной группы пациентов показывает хорошие результаты, хорошую эффективность, но при применении гормональной терапии в нашем исследовании в настоящее время не было получено статистически значимых различий или улучшений. Также особое внимание стоит уделить на количество неблагоприятных факторов риска. Третья градирующая группа у пациентов без гормональной терапии оказалась статистически значимым фактором развития рецидива. Также такие логистические особенности, как перерыв между этапами лечения и последовательность этапов сочетанной лучевой терапии оказывало влияние на эффективность лечения. Спасибо большое, глубоко уважаемая Ксения Сергеевна. Очень интересное сообщение, на мой взгляд. Коллеги, возникли ли вопросы? Да, пожалуйста. Есть вопрос. Спасибо большое за эту презентацию. Очень интересное исследование. У меня вопрос. Вы использовали высокодозную брахиотерапию? Да, это высокомышленная брахиотерапия. Сколько фракций? Один сеанс, однократно, 15 грей. И у меня сразу же предложение. В РНПЦ онкологии у меня Александрова в Минске проводится аналогичное исследование. У нас, правда, медиана наблюдения уже побольше, около 7 лет. И у меня предложение объединить эти два исследования. Мы можем получить значительно более интересные факты и сделать совместную публикацию. Спасибо. Спасибо. Спасибо за доклад. Скажите, пожалуйста, хотел уточнить. Получается, облучение региональных лимфоузлов не проводилось в этой группе. Неблагоприятного промежуточного прогноза, да? Да, верно. Из этого вытекающий вопрос. Как вы сами можете предположить, чем связано различие в безрецидивной выживаемости в зависимости от этапности? То есть, и как вы принимали решение, какую этапу первым провести? Ну, от чего это зависело? В плане брахитерапия сначала или дистанционно-лучевая терапия? То есть, как это определялось? Да, спасибо. Дело в том, что в настоящее время нет каких-либо рекомендаций по этому вопросу и нет однозначных рекомендаций. Поэтому это скорее больше связано с кооперацией работы отделений, потому что эти этапы лечения у нас проводятся в разных отделениях. Поэтому нет, какой-то специального выбора мы не делали. Ну, так получалось. Спасибо. А в плане вот зависимости безрецидивной выживаемости от этапности все-таки? То есть, вы как сами для себя выводы какие-то, может быть, сделали? С чем все-таки связано, что выживаемость безрецидива была лучше у пациентов, которым проводили сначала дистанционно-лучевую терапию? Либо это пациенты более неблагоприятные были? Ну, как бы, то есть, случайная связь такая получилась у вас? Да, ну, пока что это статистическая тенденция, но исторически брахиотерапия – это буст, потому что это сокращение объема облучения, да, потому что дистанционная лучевая терапия подразумевает все-таки облучение и тканей окружающих предстательную железу. Вместе с тем, каких-то однозначных точек мнения у меня нет на сегодняшний день. Понятно. Ну, при брахиотерапии в любом случае у вас покрытие идет все равно в окружающей клетчатке, предстательную железу, правильно? То есть в объем облучения при брахиотерапии высокодозный тоже попадает? Да, конечно, но сами методики по себе отличаются, да. Спасибо. Спасибо большое. Прекрасное сообщение. Спасибо.